Чай или кофе, что полезнее, в каких объемах и кому особенно, не повредит и принесет пользу? С этим вопросом мы решили обратиться к специалисту, не так к самим разглокольствам, на собственном опыте. А все-таки медицина вещь, не терпящая сослагательного наклонения и обладающая множеством знаний. И у нас на связи... Екатерина Маскевич, врач, терапевт, гастроэнтеролог, врач превентивной интегральной антивозрастной медицины. Доброе утро. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Екатерина, ну если сравнивать все-таки чай и кофе, у какого напитка больше полезных свойств? Очень-очень спорный вопрос. Я все-таки за чай. Если выбирать из них двух, то я все-таки за чай, чем за кофе. Почему же? Это мое личное предпочтение, просто я не люблю кофе. Поэтому... А по медицинской точке зрения, еще Парацельс, такой ученый в древние времена, говорил, мы сейчас интерпретировали эту фразу, все есть яд и все есть лекарство, только лишь доза решает. Так вот, что чай, что кофе пить можно, но пьем всегда только в первой половине дня. Почему? Потому что действует на центральную нервную систему, действует возбуждающе. И есть такое мнение, и в принципе люди пьют почему? Потому что кажется, что снимает усталость, снимает чувство желания спать, да? На самом деле кофе и чай, кофеин, который содержится в них, блокирует рецепторы головного мозга, которые подают эти сигналы. Получается, усталость сохраняется, организму тяжело, но так как мы заблокировали эти рецепты, кажется, что нам все хорошо. Мы выбери кофе бодрячком, а организм все равно усталость сохраняется. Поэтому лучше не злоупотреблять, а принимать, пить по маленьким количествам, допустим, от одной до трех чашек в день. И в первой половине дня. Что чай, что кофе. А вечером тогда что? Только воду употребляем? Да, вечером только воду. Как скучно жить, Екатерина! Это же ужасно! Все теперь тебе без кофе? Нет. В водичку можно добавить чего-нибудь вкусненького. Например? Ягодки, лимончик. Мед. Ягодки, лимончик. Ну, мед кому полезно, кому можно, кто без сахарного диабета. В общем, такие условные фруктовые чаи, да, или компоты горячие, вот так, наверное, можно сказать, да? Скажите, пожалуйста, а можно ли вот с чем-то смешивать вот эти напитки, и кофе, и чай? У вас молоко, например. С молоком, да, смешиваясь. Да, самый такой спорный продукт, который добавляют и туда, и туда. По поводу, если, допустим, смотреть с точки зрения килокалорий. Если человек, как говорят спортсмены, лучше пить пустой чай или пустой кофе, чтобы не добавлять себе ничего лишнего, лишних килокалорий. Да. Ну, с другой стороны, если нет возможности покушать, поесть, да, там, что-то перекусить, может быть в качестве как раз кофе с молоком или чая с молоком, как прием пищи. Ну, говорят, что очень хорошо утоляет голод, ну, на время какое-то. Пока вы, чтобы вы не ели какие-то снеки. Ты видишь, что, Екатерина, мы машем тебе головой. А я вам спрашиваю. Ну, ты-то же машешь. Я Екатерину буду слушать. Опять же, это мое личное мнение. Мнение, пройдя много учеб, знаний получив, не совсем так. Не совсем это будут калории, которыми можно будет насытиться. Не получится. То есть это тоже такой обман, как с усталостью? Ну, условно, да? Да. Да, да, обман. И вот персональный вопрос от одного из наших продюсеров. Она спрашивает, можно ли пить холодный зеленый чай вместо воды, как освежающий напиток? Вместо воды нет. Это не будет освежающим напитком. Просто, допустим, если выпить чай, то да. А вместо воды нет. Они друг друга не заменят. У нас организм состоит... Клетки организма состоят из воды. Нам в организм нужна вода. Чай и кофе не заменят. Да, чай и кофе содержат определенные микроэлементы, макроэлементы. Это все хорошо, но они не заменят полноценной воды, которая нужна нашему организму. И еще небольшое уточнение по поводу чая и кофе. Мы не сочетаем с едой. Хотя вот вроде как любят. Чай просто так же у нас не пьют, да? А нас любят с чем-то попить. На самом деле это не есть хорошо. Я рекомендую всегда пить до еды за 30 минут и после еды, через час только. Поэтому вот эта вот привычка после еды попить сразу либо чай, либо кофе, я не считаю ее правильным. Кому-то можно, да. Но по большей части сейчас большие проблемы в желудочно-кишечном тракте у людей, поэтому не советую. А вот кофе с лимоном, Екатерина, еще вот последний маленький вопросик. Это вообще правильно? Это друзья или враги в одной кружке? Ага, слышала я про данные методы. Кофе стимулирует желудочно-кишечный тракт, повышая секрецию. А лимон, хоть он и является кислотой, он будет снижать эту секрецию. Лимон, в принципе, будет ощелачивать, потому что лимонная кислота... Ну, будет... В общем, нельзя. То есть нежелательно? Нет, наоборот, можно. Наоборот, можно. Лимон будет снижать, да, концентрацию кофе. Нейтрализация, получается. Ага, ясно. Нейтрализирует, да, да. И еще по поводу кофе. Люди, страдающие герб, им кофе нельзя, так как кофе будет расслаблять сфинктеры. И получается, изжога еще больше будет. Ох, спасибо большое. Спасибо огромное. Говорим огромное спасибо Екатерине Мацкевичу, терапевту, гастроэнтерологу, врачу превентивной интегральной антивозрастной медицины. Спасибо большое, Катя. Хорошего дня и хорошего утра. Спасибо. Спасибо.